Мы рады вас приветствовать сегодня и рады предоставить вам уникальную книгу. Это большой фотоальбом Константина Чутенева «Ленвежий царство с фотоаппаратом». Книга в твердом переплете о жизни город Мудведи и советует моим многосъемкам. Главные «Ленвежные углы» планеты, коллеги, Аляска, Камчатка, фотографии и рассказы путешественников. Всего книги предоставили 288 страниц, в них 350 фотографий. Большой формат фотографий и тексты самого автора Константина Чутенева. «Медведь» — один из главных героев животного эпоса, сказок, песен, загадок, поверьев. Это одно из самых загадочных существ на планете, докупленное орелом невероятных мистических тайн. Практически нет народа, в преданиях которого нет медведей. У греческих мифов он — солнечный символ. У алхимиков — средних веков. Перфоматирия. У американских индейцев — олицетворение сверхъестественной силы и выглазливости. У японцев медведь означает мужество и силу. В церкви европейской традиции именно медведь, а не лев — настоящий взгляд сверей. И даже учитель, научивший людей обращаться с огнем, плавить железом, охотиться, сеять в лев, и ловить в лоси. Его появление весной с бергонью вместе с поближенком — символ воскресения и жизни. Медведи мы видим по всему. Тагерман — государство, регионы по городу. Медведи — и символы, и юблеты, олимпиады и партии. В славянской же мифологии человеческий род ведется от медведя. Медведь — в древних дорожных сказаниях преданных людей, старший родственник и тотем, которому уклоняются и которому чтут. Недаром люди носили с собой для защиты ампулеты от медвежьих зубов или когтей. Мед — бедь, мед ведущий. Это тот, кто бедрит мед, то есть бедрит. Сладость — правда, истина. Россия во всем мире называет страной медведей, и, познакомившись более близко с этим благородом и синим животным, вы почувствуете гордость за такое пособиятие нашей страны. Более десяти лет жизни посвятил Константин Штенев фотосъемкам, из которых постепенно складывался футбол, который сегодня мы предоставляем вашему вниманию. Член Русского географического общества, объединяющего знаменитых путешественников и исследователей, союз фотоков и дикой природы, коммуналист, победитель многих российских и зарубежных фотоконкурсов, житель Санкт-Петербурга, автор большого фотоальбома «Медвежье царство» с фотоаппаратом Константин Штенев. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад вас приветствовать на этой замечательной площадке, которую всегда предоставляет Превозданная Россия по поводу, чтобы сказать и показать свои фотографии. Немножко о волне и о истории создания книги. Мне кажется, я всегда знал, чем нужно заниматься в жизни, и никогда в этом не сомневался. Еще в школьные годы природа и фотография стали моим основным увлечением. С фоторужьем я ходил по лесам, выкрутал за жизнью природы. Весна, голоса птиц или животных на снегу, все это с сильных лет стало особо значимым для меня, значимым в моей жизни. Сколько тогда было пройдено дорог, сколько случилось интересных встреч и открытий, сколько пленок было проявлено. Но чего уж скрывать, мне всегда хотелось наконец-то повстречать главного хозяина нашего леса, бурового бедереза. Но мои главные встречи с ними до поры были очень скромными и ограничивались лишь следами на весеннем лесу и кучами полета. И вот, в ожидании долгожданной встречи, я сижу в засидке в Харинской тайге на границе Финляндии и России. Фотоаппарат на готове, здесь есть медведи, и скоро я их увижу. И наконец-то сбудется моя мечта. Так уже много лет назад началось мое первое знакомство с этим удивительным зверем, бурым зверем. Наверное, они были русским по своему характеру, ведь тут и сила, и ум, и природная хитрость, и изобретательность, и в чем-то благородство, и снисходительность. Недаром его в России всегда любили и уважали, и немножко побаивались, называя ласково и уважительно листым батюшкой. Впоследствии были десятки поездок в различные медвежьи любые планеты, сотни часов, проведенные наблюдениями медведей Камчатки, Камчатка, Аляска, Карелия. За это время мне многое удалось узнать о жизни косолапых и запечатлеть эти моменты на фотокамерах. И каждый раз, приступая к съемке, я, по сути дела, проживал среди медведей, которые занимались своими делами. Как мне казалось, они не обращали на меня никакого внимания, а я обязательно узнавал что-то новое. И природа почти всегда щедро открывала для меня свои тайны и виделась и проверила. Так, глава за главой, граждалась книга. Это книга, рассказывающая о жизни замечательных животных, ставших моими любимыми фотомоделями на многие годы. Я очень надеюсь, что она станет еще одним связующим длинном между миром бурых медведей и миром людей. И с радостью приглашаю всех читателей совершить удивительное путешествие в царство бурого медведя. Ну, свой рассказ в книге о жизни косолапых я решил ввести в форме календаря. Традиционно медвежий год начинается с пробуждения рано весной. И в это время мы с вами побываем в Карелии. Летом перенесемся на Аляску, а конец года проведем с медведями Камчатки. По разным данным, в мире насчитывается от 7 до 12 подвигов бурого медведя. Но в этой книге речь пройдет лишь о тех, которые обитрают регионов, удобных для фотографирования, интересных для наблюдения. На этих территориях концентрация медведей максимальна, а прессинг со стороны человека минимальна. Обычно это ненаселенные, это ненаступные места и как бы как-то называемые ближайшие планеты. В основном они все находятся в пределах охраняемых природных территорий, где косолапые имеют опыт добрососедского существования с людьми. И наблюдение в природе здесь ведется именно за местами, адаптированными в присутствии человеками-движениями. На планете таких мест не так уж и много. Это Камчатка, Аляска, Карельная граница Крилляндии и России. Именно здесь лучше всего фотографировать и наблюдать за жизнью этих замечательных животных. Более судьбы мне посчастливилось побывать, не только побывать в этих местах, но и запечатлеть много интересных моментов из их жизни. И если на самом деле подвиги бурых медведей немного различаются между собой, то и жизнь повадки во многом схожая. Десятки тысяч кадров и многие людьми просили, когда без них проведенных за наблюдением и фотографированием, косолапых дают мне возможность, рассказывая вам о жизни морых медведей маленьких. Медвежий год начинается ранневесной, когда в конце мавка начинают посыпаться первые медведи. Первые досыпаются обычно самсы, крупные, и, соответственно, первоначально они находятся вместе там, где берлога, и как бы порядка десяти дней досыпают, ждут, когда у них наладится пищеварение, и, в общем-то, нормализуются пищеварение. Ну и потом уже по глубокому снегу они идут в места, где снега меньше, чтобы найти там какое-то пропитание. Ну, сами понимаете, снега очень много, чтобы найти пропитание в это время практически невозможно. И у людей есть такая особенность. Из подкожного жира, который они накопили с осени, только 40% они расходуют в берлоге, находясь в состоянии сна, а 50-60% оставляют именно на нересение голодное время. Ну, вот так они, что называется, пытаются, пытаются что-то найти. Но это в основном идет, скажем, больше что-то ему удается, может, найти. Питаются абсолютно всем, и что сумеют отрыть из подснега. Делковой пищи там практически никакой нету, пока она растительная, и то все сухая. Ну, иногда некоторые из них самцы пытаются охотиться не на копытных, а на какими-то овосей, на кабанос. Но это, скорее всего, в большинстве случаев бывает не безупречно. Чуть позже, уже в начале апреля, в середине апреля, просыпаются более-менее медведи, и медведицы из-за жаркого чекания. Ну, медведи, естественно, в это время хотят кушать, и они достаточно отражительные. Это как раз две медведицы выясняют отношения. Они пришли на приваду, на приваду, непосредственно, где она была выложена, и одна из них была очень-очень голодная, и кидалась буквально на семь остальных медвей. Ну, постепенно это как раз медведицы для медвежата нового чекания. В это время медведицы с маленькими медвежатыми сигалетками крошечными еще спят в Берлогии. Вот, ну, скажем, немножко о том месте, где проводилась съемка. Это съемка с начала книги, то есть первый период весна-начало лета. Это Карелия, Финляндия, граница Финляндии и Россия. То есть на границе там, в Карелии, места очень дикие и гурхии, и как раз это один из тех медвежих углов, о которых я говорил. Там прекрасные нормальные условия, созданные для съемки и медведи. Но со стороны России там дорог нет вообще и большая пограничная зона, и поэтому все съемки летут со стороны Финляндии. Ну, это как бы наши российские медведи, потому что зеленые в Перелогу они ложатся на российской территории, там же булевого и нерасчищенные леса. Вот, а на Примады приходят как раз тогда, вот на ту сторону, в Горесу, где, в принципе, уже многие годы с опытным условиям для съемки стоят засидки, из которых нужно фотографировать. При том, что они стоят уже не один год, и медведи к ним, в общем-то, привыкают. Даже, понятно, что, обладая прекрасным обаянием, они все равно понимают, что там и люди, и пахнут людьми, но они, в общем-то, приходят все равно, и ничего плохого они не видят. Вот. Вот это вот весна. В это время полухода будет весна. Вокруг Тетерева атакуют, атакуют, атакуют глухарилок в лесах. Вместо, время самое интересное, наверное, в году, в этапе месяца. Вот. Начинаются, чуть раньше, начинались брачные игры у Орланов-Балахвостов. Вот как раз момент брачных игр. Ну, и все это, естественно, в лесу где-то видят бурые медведи. Но, время сложное. Дело в том, что медведи, вот с... маленькие медвежата куда-нибудь сногут. Они смотрят в то место, где может появиться медведь-самец. Дело в том, что каннибализм, это такая часть жизни бурых медведей и это в порядке вещей. То есть ранней весной, когда самцы очень голодные, они будут съесть маленьких медвежат. Вот. К сожалению, такое происходит. И поэтому постоянно мама с маленькими медвежатами постоянно насторожает. Какой-то запах, какой-то звук непонятный, медведицы сразу же собираются на дерево. Вот. Вот такие есть. страшные самцы. На самом деле очень такой худой поджарый самец с нехорошим взглядом. И вполне вполне возможно, что рядом были медвежата, и они не подговорились. Вот. Ну, непосредственно медвежата забираются высоко в крону, а иногда и медведица едет за ними, и там пережигают они, когда этот медведь самец уйдет. И можно будет пуститься вниз. Маленькие медвежата играют в играх. Игры очень важны для медвежат, потому что в играх складно зарождаются основы их будущего социального поведения. медвежат медвежат